В этом видео мы разберем профессии, которые будут востребованы в 2021 году. Что такое востребованная профессия? Это когда спрос превышает предложение. Есть такие профессии, которые еще только сейчас набирают рост. То есть у вас еще пока есть время к этому подготовиться и более досконально их изучить. Есть вообще такая профессия менеджер ютуба. Это человек, который занимается ведением ютуб-канала. Загружает видео, ведет статистику, аналитику, анализирует конкурентов, предлагает списки тем, пишет скрипты и организует съемки. Я считаю, что это крутая профессия. Если ты на ней сфокусирован и хороший специалист, то в среднем можешь зарабатывать 10-17 долларов в час. Ну, на мой взгляд, это просто круто. А эту профессию ожидает большой спрос, когда у нас закончится пандемия. Антикризисный менеджер. Многие компании сейчас находятся в экономическом кризисе. И кризисный менеджер анализирует узкие места и простраивает различные стратегии. И предлагает руководству план выхода из этих кризисных ситуаций. Заработная плата в России без опыта от 40 до 600 тысяч рублей в месяц. А в США специалист в такой сфере получает от 5 тысяч долларов в месяц. Большие вообще предприятия готовы платить деньги, чтобы выйти из этого кризисного состояния. Продуктовый дизайнер. Человек, который приходит в компанию, анализирует аудиторию. Потенциал компании на рынке, конечно же, создает новый продукт. То есть он вам говорит, что вам нужно сделать это. Какие потребности будут удовлетворяться на рынке. Например, я поговорила с вашими клиентами, и клиенты хотят это, это и это. И это человек, который дизайнит продукты внутри компании. Поэтому любой компании, у которой есть продукт, нужно иметь продуктового дизайнера. Заработная плата в России в среднем 120 тысяч рублей в месяц. В топовых компаниях заработная плата в разы больше. Я бы сказала от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. В США специалист в такой сфере получает 7 тысяч долларов. И опять-таки это зависит от того, какой вы специалист. Как правило, ваше образование особой роли не играет. И в первую очередь вас оценивают как специалиста в этой сфере. Закончим наш список двумя профессиями будущего. И одна из таких профессий – это менеджер по формированию впечатлений. Чем же занимается такой специалист? Он курирует разработку продукта внутри компании, пакетинговую стратегию. И также курирует образ самого продукта, который вам очень хочется попробовать. Таким примером может быть iPad или iPhone. Предположим, вы приходите в магазин и берете в руки вот этот вот телефон. И там настолько все вот привлекательно. И вы взяли эту вещь в руки, и вам хочется сразу ее купить. Не хотите ее выпускать из рук. Вот этим и занимается менеджер по формированию впечатлений, чтобы создать такой продукт и вызвать соответствующие у вас эмоции, чтобы вам захотелось приобрести этот товар. И сейчас большинство покупок происходит на эмоциях, полученных офлайн или онлайн. Такой специалист может разработать маркетинговую стратегию продукта. И на данный момент по заработной плате по России и в США данных пока еще нет. Я так полагаю, что это будет в сфере маркетинга или же продуктолога. И соответственно заработную плату можно посмотреть именно ориентируясь на эти критерии специалистов. На самом деле уже такие специалисты есть, но как отдельная профессия это еще не оформилось. И у нас сейчас экономика впечатлений. Мы часто покупаем различные продукты на эмоциях. И последняя профессия, о которой я сегодня вам расскажу, это кросс-культурный психолог-консультант. И что это значит? Сейчас у большинства компаний в США требуют, чтобы были представители женского фола и представители разных рас и культуры. Чтобы люди с разными взглядами принимали участие в жизни компании. И при этом естественно возникают межкультурные конфликты. И часто люди не понимают друг друга. И соответственно внутри этой компании возникают различные конфликты. Поэтому с ними работает психолог, который урегулирует все эти межличностные конфликты. И заработная плата в США такого специалиста около 5500 долларов в месяц. И образование соответственно нужно психологическое. И когда вы выбираете профессию, то вы должны обратить внимание в первую очередь на то, чтобы это вам нравилось. И даже если предположить, человек выбирает профессию, которая мало востребована, мало оплачивается, но ему комфортно и он проводит время с душой на своей работе, то почему бы и нет? И самое важное и главное, чтобы вы кайфовали от того, когда решаете задачи и проблемы в своей сфере. И спасибо огромное всем, кто досмотрел это видео до конца. Всем, кто еще не успел подписаться на канал, обязательно подписывайтесь. И если у вас есть друзья или знакомые, которые сейчас стоят на распутье, ищут заработок и никак не могут определиться с профессией, куда же им пойти учиться, то обязательно поделитесь этим видео, оно будет для них полезно. С вами была Елена Макаренко, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok